Зачем дьявол внушил людям? Неужели не знал он, что Христос умерший победит смерть и власть дьявола? Я не знаю, почему у Златоуса ссылок на Библию я там не нашел. Я нашел это. Второзаконие 19.19 должно было быть там. И когда судья исследует дело какое-то и найдет, что лжет человек, а статья эта грозила, допустим, большим штрафом или смертью, то сделайте тому, кто это делал. То есть эту статью сразу поворачивает на того, кто клеветал. Тогда будешь думать, как это. Ну и вот. Дьявол-то знает, возмездие за грех смерть. Возмездие за грех смерть. Это дьявол знал, отлично знал. А что во Христе нет никакого греха? Он этого не знал. Ну, сейчас я буду делать неправду, плевать, бить. И он выйдет из себя и как-то там поступит не так, как надо было. То есть совершит грех. Но он не знал, чем это кончится. И когда уже последователи Христа стали до конца терпеть мучения и выходить победителями, а там мученик есть такой, Евстратий. Вот на нем как раз это было. Там христиан казнили, когда христиане приходили и выкупали. Количество золота столько, сколько весит голова. Голову хотя бы. Тело все не отдают, а голову можно было продать. И продавали, представьте, где-то золото-то набрать было. Иногда они делали так. Отрубали голову, забрасывали в пусты, чтобы христиане нашли. А то ворона, то как-то все это обнаружилось. И вот дьявол на Христа-то напал, а греха-то нету. Нету. А жалость смерти – грех. А сила греха – закон. Закон, раз утвердил, это грех нельзя делать, а христиане это делают. И поэтому здесь определенно можем сказать, дьявол не знал, чем это закончится. Он подбивал людей. Он видел, что Христос делает, сколько людей, а люди – это сосуды Божьи. И как он их расхищает, Христос. Тоже подумаешь, Господь мог бы силой его убить, дальше все люди бы спаслись. Нет, брат, не так. Он как дал ему свободу, так и не отнимает. Вот это, смотрели, я вам посылал интервью у дьявола, там как раз про это. Что ты, как с ним? Он говорит, я удостать не могу Христа, а эти люди, за ним идут. Моя задача – оттащить, а он будет печалиться, это мне хоть в этом и радость будет. Так что он был невинен и никак. А поэтому христиане, подражатели Христа, тоже стали удостаиваться этой славы и чести. Быть верными до конца, устоять. Ну и мощь это покупали, посчитали, намащивали. Тогда при ранее отступниками, он же сам был, поверил, чтобы тела христиан сжигать и перемешивать с телами сожженных нечистых животных. Так, чтобы не было посчитания останков. Вот так. Бросали иногда даже в воду, но Бог совершал чудо. Смотрят, что-то там, как что-то горит. Когда ближе подходили, а там река тещет, и кости лежат на дне, и такой свет излучает, из воды столбом идет ночью. Над костями святых. Они доставали их, конечно, уже. Тут даже вопрос-то возникает так. Вот Ленин-то мог бы хоть на полпроцента предположить, что времена когда-то изменятся. Расстреление царское семейство будет канонизировано, а они будут живые. Масонцы-то и сделали все возможное, чтобы осквернить землю. Царя канонизировали. А сутью дьявола является ложь. Иван Гелетяна 8,44. Он говорит, Христос, ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. А, вон где ложь. Свое, ибо он лжец и отец лжи. Вот интересно, когда считаешь, вот Фридрих Барбаросса, так и назвали, Ленин этот, Гитлер наступал на Россию, Барбаросса. А что Барбаросса говорила, они не слышали. Фридрих Энгельс давал наказ когда-то, что никогда не преследовать христиан физически, а только идейно. Физически, это, говорит, их закаляет еще больше, они их подсчитают, совершенно неуправляемые делаются. Ну, коммунисты, конечно, по нашим меркам, они должны были исполнять это, но они не могли. Они давили и давили и давили. Ну, он как-то у меня был, как бы, защитником или представителем диакон Патриаршей Церкви Сергей Бурдин. И он говорил, что от осуждения Лапкина это мина замедленного действия под международную разрядку напряженности. Вот гонение самое последнее было в 1997 году, наш православный лагерь. Нападки шли, 15 комиссий, хотя это был 1998 год. Вот, они через эти 15 комиссий нас насильно возлагали на нас венцы страдальцев. И даже ни одного такого не было, кто бы понял, а что мы делаем, зачем мы из них мучеников делаем. Вот однажды приехал один еврей к нам в лагерь, Шойхет, Яков Нахманович. И вот тогда они наружно как бы отступились. Он мне операцию делал когда-то, очень хороший врач, ну, доктор наук, доктор медицинских наук. Вот я подал в суд, три суда было, все выиграл. Они как парализованно сделали, встречат на всех, и на судью, на моего защитника. Один тут нанял, она ему какая-то племянница или что, девка-то такая. И она ничего не могла. А у меня тоже один представитель, он поехал, повез продукты на Украину, вот от Донбасса. И снайпер с той стороны его в машине, что ли, убил Русаков Константин Владимирович. Ну вот они все там в судах-то опозорились, молчали. И она вышла, и она прямо на моего представителя, защитника-то бросилась. Прям подошла вплотную, и вы дурак, вы старый, у тебя голова уже седая, на него говорит. Он правда рановато седой был. И вот вы такое говорили, что за Лапкина заступались. А он ничего не сказал. Я никогда бы не догадался, что ей ответить. А он ее в краску ввел. Он говорит, вы еще молоды, еще многому научитесь. У вас еще ничего нету. Но одно у вас есть хорошее. А ей захотелось узнать, а что хорошее? Он говорит, у вас задница шикарная. Ну уже вышли из суда. Я говорю, Костя, что ты делаешь-то? А он смеется-то. А она отошла, больше не стала подходить. Вот так. Ну надо принимать как есть, из любящей руки нашего Господа. Что бы ни было. Вот у меня решения были, они дурацкие, прям не скажешь. Совершенно. Один суд был такой с коммунистом. И он доказывает, что он приехал по Теряевку. А меня вызывали, я стоял перед ним. Я говорю, я вас в упор не вижу. А я бы пошел к вам. Что ради-то вы думаете, что я пошел к вам? Ну он все это говорит. А я справки достал, что в это время, когда они приезжали, три года как деревни не было вообще стерто с лица земли. Ни одного дома не было, ничего не было. А я бы приходил, да в классе, учительницу отталкивал и раздавал Библии по рядам. А я достал, когда здесь в архив запросили. Это был последний год, когда учились дети. И было только три ребенка. Ну какие ряды? Я между рядами шел с женой, а на учительницу нападали. А учительница она старенькая, тогда она была моложе, Золотухина. Ничего мы, я говорю, не делали это. Все это вы врете. Ну они еще на нас злобятся. А Шойхед приехал. Я говорю, у меня с позвоночником плохо. Он мне операцию на пенецид делал. Он делал у меня. Есть канон, который так в виде пожелания или что к евреям не ложится под нож. Иначе они могут нечаянно тебя отправить куда не надо. Вот такое дело. Не знаю. В любом вопросе тут еще сомнительно. Может быть сведения неточные. Но с этой так все это было. Мы все Ветхозаветнее должны понимать в новозаветнем духе. Не то, что там вот порази их, убей, проклини. В Псалтыре написано. Не надо этого делать. Надо терпеливо ждать исхода. И Господь как-то усмотрит. Вот я где нахожусь, а тут сзади домик. Не дом, большой дом. Большой. Я показывал его. Сделали автомойку. И какой-то ночной клуб. Там бабы голые по столбам лазят. Мне говорят. Ну а люди понаедут машин. Ну рядом же все. Свои жены-то узнают. И видимо там неразбериха началась. А у него замыслы были. Вот где мы живем здесь. Это у людей выкупить квартиры, хорошие дать. А к ним земля перейдет. Я обратился у своего района. Вот я в центральном районе. К мэру города Баварину. Нет, тогда был уже не Баварин. Это его заместитель. Будут строить или нет? Он говорит. Да нет, так в планах ничего нет. Я говорю. Да как так? Это же музей. Рассказать как что было. Я осенью-то пошел. А мне говорят. Этот хозяин-то его Данелия. Он грузин. Умерла. У него то ли жена или что-то такое вот дело. А потом я приезжаю. Все на месте. А он говорит. Умер уже. Он даже год на таком положении не пожил. Ну как оно. Сильнее нас. Но уже явно сильнее. Так надо на все смотреть. Через призмы священного писания. Как это будет? И если ни одного человека мудрого нету, это конечно трудно. Хоть один бы был. Человек, который знает священное писание, он обязательно укажет место. Скажет. Вот считай. Как они действуют. Не люби. То есть не вводи в дом твой чрево вещателя. Есть такое. Житие святых. Но оно кажется у Василия Нового. Особые дары у него были. А у него был юноша в прислужниках. Послушник. Григорий. И однажды он где-то нашел хороший нож. Ну зачем он нужен? Ну не знаю. Но у него этот нож, чтобы приговорили монахи. Абва выступил и говорит, положи и не трожь. Вот когда начинаешь что смотреть, и он такой там был, Василий Новый, и Григорий. Вот. Ну такой дотошный везде. И там была одна милитина, ведьма. Ну не написано какая. У мужчины, у мужчин не было ни одного в окрестностях, который с ней не сблудил бы. А она возбуждала. А как сблудил, она это выбрасывает, как отработанный сигнал. Это то, что я конкретно знаю. И вот однажды он шел, и эта самая милитина к нему на шею, и стал, говорит, пошла ты подлая от меня. Подлая я? Ну подожди. Ну дальше разворачивается событие. Получилось так, что она на него навела какую-то порчу, и он не мог с места сбинуться. Другой раз она сделала так, что вот выступления какие-то другого, где он слышит, ему как будто во вред все идет. Он ума не набирается нисколько. Она могла, говорит, реку остановить, повернуть вспять. Птица летит, она могла остановить, и она крыльями не машет, висит в воздухе. Это милитина-то. Но она когда пришла, так на него, то он ни на кого не смотрел, а его везде воспевает, такая красавица. Он как ей залепил по морде-то. Она прошипела, так, ну подожди. И она навела такую тоску, такое растяжение всех мышц, что он лежал и едва дышал. И видел себя, как он переходил долину смерти, и как назад ему уже не вернуться. Но Господь сделал так, что он вернулся. Был человек, который мог подходотайствовать, и чтобы Господь усмотрел нечто лучшее. Вот так было. Да интересно, он еще пояс потерял Григория. Григория. Ну и порадовался где-то. Ему сколько раз настаточник говорил, потеряешь, не горюй, найдешь, не радуйся. Отдай, братья. А он, видимо, к себе их взял. Ну, какая вещь-то найдена. Пояс, он, может быть, с деньгами был. А Григорий, так сказать, Василий Танова не знал. А он потом выскажет ему. Зачем ты взял это? А раз взял, значит, ты теперь ответственный. И он пояс этот потерял. И так, что тот держался, считая, за свое, получилось так, что и свой пояс потерял. Его там, кто там щец или кто увещевал долго. Не печалится. И он видел себя переплывающим реку смерти, как высокие крутые берега. И все это надо каким-то образом преодолеть. Едва-едва выплыл. К нему на помощь при этот старец Василий Новый, должно быть, помог выйти. Выйти на другой берег. И он остался жить. Ну, людям расскажи, за сказку примут. Как это так? Ну, вот так. А вот считаешь, когда Конона. Конон. Это вообще, такого редко где встретишь. А этому учили, но сами не могли сразу сделать. У него бесов было. Тридцать бесов, кажется, которые его слушались. И он повелевал, мы не в огороде у него, сорняки воду таскали. От воров спасали. Нападали там, кто пришли. Люди на воры. Да нет, сразу наворачивали. Вот такой власть дал им. И он взял и заключил сосуды. Глиняные. Это заткнул и крестным знамением. Ну, тут пытались доказать, что он не прав. Там то другое. Но дело-то даже не в правоте. Дело в том, что нашел, не радуйся, потерял. Не пищалься. А я тебе не раз говорил, Григорий. Не бери этого и Василию передай. Вот так вот. Слышала, как священник Покровского собора в радиопередаче высказался в том смысле, что в конце апреля рождаются люди бесовских наклонностей. В пример привела Ленина, Гитлера. Как вы относитесь к такому высказыванию? И вот она спрашивает. Мне интересно, потому что сын у меня родился 29 апреля. Не знаю. Я знаю, что в апреле очень хорошие люди рождались. И хорошие умирали в апреле. Число ничего не решает. Может и решает что-то, но недалеко не все. Это вот как только освободимся. Я там посмотрю в материалах у себя. Вот. Он сказал так. На житя-то святых, когда мы откроем, мы увидим в апреле, какие богаты были. Да в апреле, 7 апреля Благовещение. Но это все знают. Ну и что теперь? А при чем тут Гитлер-то? И Ленин. Главное, Ленин Ульянов, а этот Шикель Грубер. А так вот клички за ними закрепились и уже никуда. Не знаю. Я никогда не думал об этом. А если бы я был в апреле рожден? Ну я знаю, это день всеобщего обмана. 1 апреля никому не верь. Умышленно что-то старается сделать, чтобы человек потерял веру. И это не было у него запасной игрушки. Это я тоже видел. Ну что? Мы не знаем, когда родились такие люди знатные. Наполеон, Сталин, Чингисхан, Иван Грозный, Петр Первый, Нерон, Асила, Калигула, Каяфа, Диоклетиан, Юлиан и прочие гонители, христиан. Не думаю, что мы все родились в конце апреля. Ну просто данных у нас нет. Это делают только немощные веры, как наши священники. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Между служащим Богу и неслужащим Ему. Римм 14.6. Кто различает дни? Для Господа не различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. А кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. А различие только по делам. Один праведник, может быть, другой грешник. И даже мы видим, я говорю, стоит сейчас открыть апрель, я могу посмотреть, сколько, и через эти данные какие, посмотрим, какие там были люди. Я прям сейчас сразу, я не ожидал, это будет у нас апрель, такого вопроса. Сейчас я загляну, здесь у меня жития есть где-то. Вот она. Вот так. Апрель. Ну давай посмотрим. Вот апрель. Агапит, врач. 17 апреля. Ну что, он сам людей лечил. Дальше. Агапия, 16 апреля. Агафопот, Феодул, 5 апреля, 4 век. Адриан, 17 апреля, 3 век. Акаки, 17 апреля, 5 век. Амфиан, Едесси, 2 апреля, Анастасия, Синаид. Анастасия, еще один Синаид. Антипа. Антонина, Антонин Исповедник, 14 апреля. Дальше. Аристарх, Ардалион, Анфуса, 12, 14, 15, 13. Артемон, Вадим. У нас даже один пошел в Исповедник. Вадим Василий, Василиса, Виктор, Виталий Монах. Ну вот, видим сколько людей, которые церковь канонизировала. А они, только я не думаю здесь, что апрель, апрель это память их. Сейчас я любой вскрою, посмотрю, что это означает. Память святого Анастасия Синаида. Патриарха антиохийского. Патриарх. Ой-ой-ой, какой огромный материал. Тут никогда не прочитаешь. Ну что, на это сказать можно? Понятно, что не надо, значит, на это внимание обращать. Конечно, не надо. Ничего не даст, во-первых, а потом это ошибешься на 100%. А вот они такие были. Ну, такие были, они свое получили. Гитлера мы знаем, когда он родился. А Шингисхана, Тамерлана, Всемирных, Наполеона, никто не знает. Наполеона еще можно узнать. А там только на клинописи или как. Назвать, конечно, надо по этому... Вот у нас называется церковный журнал. А тогда называлось Святцы. Я специально этой темой занимался. Я вот сколько спрашивал там, люди, преподаватели. Я говорю, а сколько имен, никто не знает. То есть специально не занимались. А я знал до одного имени. Где-то 750 имен. И оказалось, что у Дмитрия Ростовского, в него 12 томов, не входят еще книги. Где-то Патриархия выпустила настольная книга священнослужителя. Краткое содержание. Второй, третий тома. Большие книги. Страниц по 800, наверное, с лишним. Ну и что? Ну то, что я все перелистал, пересчитал. Ну и могу теперь это сказать. Как обстоит обстановка. 750 мужских, 250 женских. А употребляется в действительности мужских имен только 33. 33 из 750. Так какой процент-то? Посчитай. Если бы 75, то только 10 процентов. 75. А тут 30. То есть 75. Ну так и получается 33 человека. Да. Ну вот так. А у женщин там еще меньше, то ли 20, что ли имен нынче встречается. А всего 250. Я вот рассказываю всем. Вот у нас семья. Люди-то верили старобряться без поповца. Тихон. Ну а где Тихон? Сегодня, может быть, где-то есть Амос. Брат его Амос. Значит, тот им, я не знаю, на сестре я на отцов женился. Тот на ум. Говорят, на уму молиться надо о прибавлении ума. Ну это просто схожесть. Находят какую-то. Вот у мамы моей три брата были. На фронт ушли. Макари, Филарет, Эммануил. Да где ты найдешь такие имена сегодня? Вот у нас старший у меня брат Самуил. Игнатий, Яким. И кто крестил, он никогда не спрашивал родителей, какое там имя надо. Они не знали, стояли только молча и все. И поэтому, вот я зашел как-то, редакция у нас, и написано, кто ушел на фронт и погибли. Но они на фронт-то пошли уже совершенно, а родители-то их родились еще до революции. И видно, Иван Митрофанович, то есть отец Митрофан был, на фронт-то пошел. И дальше начинает Василий Никодимович. Ну где это Никодим? Это уже редкость такая. И вот отчество, прямо такие интересные. А имена здесь Володя, Игорь, Сережа, Алеша, Саша. Я даже это вот на столбе, у них там просчитал внизу эти имена написаны, чтобы люди знали. Вот так. Я вот посмотрел сейчас это, и еще могу сказать. Память святого Анастасия Синаита. События какие были. Надо просто поглядеть на него. Анастасия Синаи 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 Продолжение следует...